раз два три всем привет привет youtube солнечная италия на проводе я кстати так долго искала положение у нас в час дня сейчас два часа дня такое палющее солнце снимать невозможно очень много света на кухне а вечером его мало сегодня суббота опять у меня день загруженная сейчас сгоняем все поле поднять немножко ставлю они так будет еще больше ниже и так и так нормально да я желтая в общем я гоняю машинку постиральную меня сегодня детская постельное белье потом бегу детей отложу репетитору и жду карла слина не поехали в город поехали искупаться оступляться скупаться скупаться покупать продукты мяса мы будем опять делать за домом хотели сегодня поехать и на природу у меня лапкой да она меня лапкой теперь и погладила лапкой меня лапкой девочка вот и пойдем за дом делать гриль ну покажи как типа так лапкой маму лапкой чтоб я тебе погладила вот хотели сегодня поехать на природу но потом решили что все таки поведу я детей к репетитору не будем на это тратите время потому что потом делать уроки дома это все равно не только как они делают посторонним человеком и все таки больше там слушает прислушивается в общем такие дела научили на улице потому что делать какие-то работы и мне нужно будет мешать об переключается корову на тут и сегодня страдите были борцы или компонентами море носка зима саверопер на цели на дата трава у меня не кого сэн гимняно речо на витали борз наваривание за своему другу проведывать и я у него его друга он занимается сумками женскими мне купила такую красивую сумочку кожаного коричневого да да это настоящий мне не нравится я не не любите мне нравится все такое цветное но тем не менее вот коричневого пусть будет внутри очень интересно сделано пусть будет для разнообразия так что у меня теперь вот такая сумка конечно не мой цвет не знаю может немножко покажу и потом может быть какие у софии красивые волосы да софи жарко ты взяла резинку и ты саш тебе не жарко в этой кофте как пахнет цветет это вот не знаю как называется жасмин не жасмин вот это вот дерево цветет пахнет очень не очень нужен а тента тента машина вкусно на всю улицу пахнет давайте сюда вот на эту сторону перейдем чтобы машину видели снимай кофту саша что ты с ним не на строчит и плачешь что тебе ручку мама не купила как дома 20 ручек саша ну так и что-то и мода ванки ferrari так что теперь ferrari купить что ли саша что это трагедия за ручки ну спасибо саша спасибо так жарко на сегодня она жара эффектив волосы симпатичные елочка моя растет и никто даже не сорвала еще мяту смотрите как мята прижилась даже листики в моего соседа вот такой вот красивый садик мы постоянно здесь берем розмарин у него посмотрите какао вообще красиво у него здесь солнышко есть поэтому даже садить можно розмарин то вот и надо взять этот самый карло сказал побольше мы постоянно у него берем другого бога зайду оливы тоже выращивать сейчас покажу у него розочки такие красивые вот тут снизу нужно сорвать и хватит такая красота и на этом самом на балконе у него тоже очень красиво постоянно все в цветочках его показывала что здесь цапкой работа все цапал цапал розочки у него тоже маргаритки и розочки постоянно все поубирает все поделает ладненько все домой все собрала я уже сумку сейчас я буду выходить все нести а скатерть взяла да да скатерть я взяла стаканчики потом малым надо взять еще пластмассу но я потом попозже поднимусь еще когда пойду за ними все входим симпатично и выносим все череда кое-каке кое-каке киау киау киу амбриняо ленина салютами тут тебе сентября и рисуем а купил тавалину 10 метров кауна центру на уголь и тоже гарято так забежала быстро в магазин мне надо купить для машинки для стиражки купила софе салфетки мокрые надо ее собрать на завтрашний теперь хлеб до хлеба порезанных у нас по 79 и каких-нибудь овощей я не могу есть мясо без овощей поэтому она дать это вафли и посмотреть по-моему вафли с другой стороны здесь не вижу поэтому на другую сторону пойду взяла вот такие вот еще вафлики с орешками сейчас осталось взять воду лесок так возьму именно стт одну бутылку на завтра одну бутылку на понедельник они со школой едут и в воду посмотреть бутылку воды и маленьких бутылок нету да нужно маленькая бутылочка вот это все большие ну давай большую она еще какая-то подпишет сейчас подумаю сейчас подумаю надо взять какую-то бутылку какие-нибудь соком потом дома туда перелить воду будет воды больше здесь сок соса кстати это вот мой самый любимый 99 не он стоит рубль 69 такой сок мой самый любимый дети очень любят оранж ладненько все еще бутылку на я возьму вот это вот дома перелью налью сюда воды я думаю лучше всего сделать так так столик уже накрыт такая вот красивая замаринованное мясо значит я что здесь состою из магазина подшла я достаю здесь пан 70 пан и хлеб 70 копеек какой стоит это все и это все а петрушечку не оставляю петрушечку себе я обожаю петрушку это все это тоже я такие вот меланзаны я люблю и это все я отношу домой софия аллур алина и ериду и сетистат а караоке комы сантау аспекта кеды ветра дурла и я у него спросила гриф девочера были однако в караоках сетеревать оказали 3 девати на блин а вернулся в пять часов домой карла в три ночи три утра поужинаем и потом поехали на перла канала литфиба кантаду говорит ли на вас не классно пел короче концентр до гормон счастья прошел и не помнит уже слова песни опс обожаю ребрышки карла специально купить для меня ребрышек я вот так вот добавляю меланзаны синенькие да просто вилочкой вылавливаю в тарелочку сверху петрушечкой обожаю я не могу есть мясо там без салата или там без помидоров не могу чесночка это кстати давно чеснок не ела сейчас попорчу посолю и все и побегу за малыми надо малых забирать пять часов они у меня выходят заберу малых потом приведу сюда малых еще покормлю машинка мне докручивается я стираю одеяло покрывала которыми детские делки укрываем меня это сижу в общем как-то так короче мне приятного аппетита сейчас это все тарелочку при пригроха и у нас кстати мясо много мы сделаем половину сегодня долина мета фача маоджеса риманами это дамали дикарный момент риманы проблем не приятного аппетита пиату полито в уриду карло аппетит опс малых уже забрала саша что ты кушаешь сосиску а саша смотри иди сюда вот давай одну две что не хочу давай одну давай 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 одну я тебя не люблю все больше я с тобой не буду любить давай давай надо ты целый день ничего не ешь что мамочка тут мамочка не прокатит давай воли воли давай переключаемся я уже собрала все свои манатки которые выносила на улицу что-то у меня сашка она приболела но мне сегодня кстати репетитор сказал когда я репетитор отводила что дота как они меня консумирует использую консумация использовать они меня консумируют используют да нет сделала мне на праздник цветочки на завтрашний завтра будет у нас день мама не это будет очень поздно в общем что я хотела сказать собрала я уже все манатки пришла домой и сегодня сегодня женщина которая делает малые уроки мне сказала дать марина вас говорит сашка с температурой пришла я не может такого быть хотя я видела что когда мы идем она там плачет там какую-то ручку и купить у меня саша вообще в жизни никогда истерик не устраивает если там она что-то хочет и что-то просит и ты ты говоришь нет никогда в жизни саша не устроит истерику она скажет мамочка потом денежка будет и купим правда мамочка никогда в жизни но кто же смотрит на протяжении вот он долгого времени канал уже знает мою сашку то есть уже знают ее по характеру видят что ребенок солнечный постоянно то есть ну прям вообще так она она очень такая трогательная и очень легко ранить она такая ранимая в том плане что она сочувствует она вот допустим сейчас в украине очень тяжелое положение и она видит что я смотрю новости она видит что я постоянно что-то смотрю на ю тубе связано с новостями с украиной мы как-то идем с ней школы она увидела машины такие зеленые военные которые ехали на год мама мама это в украину поехали это поехали в украину то есть она настолько все запоминает она нас тут я не знаю то есть девочка такая что не расстроится что и ручку не купить она все понимает сегодня можно купить завтра может быть нельзя купить есть свои перемены в каждой семье там свои какие-то условия сложены до жизненные и сегодня сказал этот репетитор сказал она приболела потому что да прям видно было youtube жар бросала то фонды такая она вот вся возбуждена я сначала думала что возбуждена может уже со мной поругалась она очень переживает когда мы с ней ругаемся очень то есть с ней невозможно вот поругаться и там и не разговаривать с ней можно поругаться на ругать ее но сразу же сразу же она мериться на мамочка любимая прости меня не помню что-то как она же то нам в детстве натворила я игру я сейчас когтет дам под это мамочка любимая все прости меня просто меня вот и и сейчас вот мы пока делали внизу гриль она пришла съела одну одну ребрышка на съела одну сосиску или одну курочку побежала домой играть ей нравится в ставку девочка ей как же это называется кассету ей до кассету дивидит это на 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 приставку ви одолжила а тут слышим потому что мы сидим внизу на все слышно что в доме творится не слышно как бы ребенок не играет приходим спит прям вообще-то за одеялами с такими теплыми зимними одеялами спит сейчас кого имели температуру будем надеяться что не заболела потому что это вообще в такое время болеть вообще кстати кто-то меня спрашивал если кто-то заметила вот на протяжении два года мы снимаем видео у меня дети вообще никогда не болеет я даже не хочу говорить что об этом говорить нельзя то сглазить я в это не верю то есть если за ребенком ухаживать если у него хороший иммунитет и пьет витамины все остальное ребенок болеть не будет не болеем вообще никогда но не знаю если заболела или может быть просто вот она вчера поздно они легли в постель софии все-таки была пятница я разрешаю хоть сейчас ложится они играются и все подряд и потом субботу стоит когда хотят но сегодня утром из не стали раны может поэтому как бы она захотела поспать в общем наговорила уже лето бред сумасшедший хотела быстренько ответить на вопрос меня я вчера видео сказала что я отводила софийку к мальчику которые с которым они дружат над виду что как который ходит она ходила на как бы на мальчика смотрите мне написали что это очень рано вы не боитесь типа 11 лет детям они так уже вот встречаются и все остальное ой вы знаете на эту тему так можно долго рассуждать но я вам скажу что так как мы живем именно в италии вот именно если отталкиваться от этой страны я много слышала большинство случаев они начинают дружить с детства потом они проходят всю юность и они женятся и живут до конца своей жизни то есть у них но множество таких историй я сейчас даже не говорю за свой город у нас братья карла сестра окружение которое поженились вот после 10 лет как они были там жених и невеста 15 лет у них как-то это принято то есть я не знаю поэтому как бы я вижу что они дружат я же не говорю что это там но это детская любовь какая-то детская симпатия меня даже просто не поворачивается язык сказать нет что я там тебя не поведу или вот завтра на они едут завтра со своей церкви последние подготовки идут к этому празднику к церковному который у них будет проходить вот они она опять едет с его семьей то есть я как-то сначала я тоже думала что рано что-то за любовь такая что-то туда а карлоган слушай у нас нормально у нас детство дружат а так вот активно куда-то ездят вместе родитель забирает другого там ребенка то на какие-то качели какие-то пиццерии потом как вырастают дружат и потом так и женится то есть принципе говорит расслабься говорит здесь это нормально я вот как-то тоже так это почувствовала что это нормально и я вот со своими таким вот амбициями не русскими я не позволь не побоюсь сказать русскими что я там типа нет это нельзя не туда нельзя нет это не то я просто как-то в один день подумала почему я вообще собственно говоря должна не давать дружить с дети дружат это нормальная обыкновенная дружба и на второй вопрос я хотела бы ответить не знаю насколько я вас сейчас загружу на 2 просе хотела бы ответить мне написали что типа там было видео какое-то видео увидела женщина где софия саши там красились и мне написать дома дома красились там на новый год я не знаю не написали ой смотрите красятся в 11 лет там 12 принесут подоле девчонки блин 1 комментарий злой злой тупой вообще какой-то неграмотный вообще какой-то даже бездарных в том плане чтобы бы ну во первых они дети ну кто подоле принесет но это детки которые играют дома не смотрят на маму которая красится у меня детки постоянно ходят с накрашенным лаком у нас лак разрешают носить в школу дети красят в школу ногти они с детства у меня саша красит ногти так которая 30-летняя тетка она так не накрасит за одну минуту ровненько прям вообще на сашка вообще-то с дети с детства приучены к этому не то что приучены они смотрят на маму они это делают вот и по поводу того что некрасивое слово в подоле принесла у меня была подружка но не было есть ну вот и мне у нее дочка забери меня по моему лет в 16 и там соседи обсуждать и родственники обсуждать и она боже марина такой срыт и стыд и срам стыд и срам и вообще как только может быть я и говорю люда но от того что да в этой ситуации жалко девочку потому что надо учиться надо устраивать свою жизнь и как каждая мама хочет чтобы это случилось не то что там попозже а вовремя правильный ответ не надо рожать детей рано или поздно их надо рожать вовремя то есть это считает поэтому я и говорю люд но от того что она родит в 17 или она родит в 24 или она родит в 30 ты своего внука меньше любить не будешь так получилось на данный период времени нам свыше каждому прописан путь который мне вы не поверите и меня перебила на самом интересном месте сейчас я тебя буду кормить до . написал что цветочки вот и я и говорю что от того что от того что внук родится там в 17-летнем возрасте твоей дочери ты его меньше от этого любить не может не будешь ты будешь любить точно так же потом может быть еще даже больше это будет для тебя как второй там сын или там 2 2 2 дочь если это будет девочка не надо слушать соседей ну так получилось это не есть хорошо но это есть не есть плохо от того что там детей посылают в таком возрасте делать аборты и калечать детям всю жизнь в общем я вообще против абортов я за полноценную семью у кого это получается сделать за хорошую за добро если это семья полноценным там не добра нет несчастья нет и одно унижение ну бывают такие семьи то я вообще против таких семей детей надо рожать не рано не поздно детей надо рожать вовремя это моя фраза коронная да поэтому если ребенок у вашей дочери рождается ну или там у сына там девочка беременеет очень рано не надо на этом там прям стоит крест и прям слушать всех соседи прям ребенка тащить там на аборт колечить ему жизнь и все такое есть разные ситуации в жизни надо рассматривать каждую ситуацию со всех с обоих сторон но но все равно прям такое слово прям грубое в подоле прям там если принесла в подоле будут меньше ну перестаньте девочки это конечно все грустно и печально и хочется чтобы конечно у каждого из наших деток было все хорошее но все равно вот надо начинать себя со своей юности вот прежде чем своего ребенка ругать и своего ребенка наказывать его в чем-то упрекать надо начинать со своей юности как это было у вас и что вы ошибок не совершали не совершали нас в ссср половину выходили замуж не как это сказать по залету и от этого как бы меньше своих детей не любили ладно в общем так наговорила но это моя личная точно точно моя личная точка зрения я прошу прощения если я кого-то обидела все девчонки начинаю убегать потому что мне надо машинку разобрать с посудой потом не надо машинку собрать с посудой с той посудой которую мы сегодня она пока доделали гриле из испачкали вот он надо приготовить завтра статью что а че-то заканде че-то на на раскатала мурочит он и но вырос скатала москва перу на сколько летала вот и надо надо дать на принесли мне пока тогда я посмотрю почту принесли мне потом потом может быть комма может вот так вот так вот может так и будет в общем не буду вас больше задерживать надо еще софия зата приготовить они идут дорогу очень нас есть делаем а русскую покормить до мороз на морозку покормить все все пока до завтра и до новых встреч всего самого классного яркого солнышка и чистого неба над головой пока пока я весенний не подарю лишь одной тебе и эту ночь говорю сердце мне открой говорю просто будь со мной будь со мной да между нами хрупкий лед я спешу к тебе и за горизонт нет 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 я хочу лишь одного чтобы между нами было тепло сердечко иuter озона не с тобой хорошо О-о-о-о, о-о-о, о-о-о-о. Для меня ты самое то, мне с тобой хорошо.